Электрички в Чувашии так же, как и прежде, ходят по пяти направлениям. Закрывать железнодорожное сообщение не планируют. Лишь уменьшили количество поездов на маршрутах. Дело в том, что для некоторых населенных пунктов республики железнодорожный транспорт – единственный способ добраться до крупных центров. Между Канашом и Шумерлей станция Пенеры. В этом направлении порядка семи населенных пунктов, которые имеют только железнодорожное сообщение. И даже несмотря на то, что сейчас в период пандемии пассажиропоток в целом снизился, на 45% электрички отменять не будут. Государственная поддержка на одного пассажира составляет порядка 200 рублей. Ну, если быть точным, 193 рубля на одного пассажира. При перевозке автотранспортом, например, такая поддержка составляет порядка 6 только рублей. Но, тем не менее, железнодорожные перевозки пригородного сообщения для республики являются социально значимыми, потому что они соединяют порядка 53 населенных пунктов, более 40 садовых товарищей. Есть населенные пункты, которые не имеют другого сообщения, кроме как железнодорожные. На компенсацию части потерь на пригородном сообщении в этом году из республиканского бюджета направят более 80 миллионов рублей. Дополнительное финансирование позволяет сохранить все пять направлений. Они связывают такие города-республики, как Чебоксары, Канаж, АллатРь, Шумерли. Пять направлений остаются. Просто, например, в направлении Казань-Чебоксары ходило 8 пар поездов, останется только 4. По остальным направлениям, например, Чебоксары-Канаж-Чебоксары, было 4 пар, 4 пар остаются. Также на Канаж-Шумерли-Канаж было 4 пар, тоже остаются 4 пары. В бюджете деньги заложены, поэтому эти перевозки будут осуществляться. В текущем году однозначно. Но и в дальнейшем я не вижу каких-то преград для того, чтобы эти перевозки осуществлялись.